МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда мы с вами начнем, я предлагаю определить, кто из вас сегодня будет первым отвечать на вопросы. И решит это жребий. Перед вами два конверта с номерами 1 и 2. Только вы решите, кто из вас будет первым держать слово. Прошу сделать выбор. Я попугая забыл, который вытащил. Я прошу прощения. Извините, чуть перебью. Мы относимся с уважением. С уважением относимся к ветеранам, к людям в возрасте, к людям с сединой. И поэтому партия ЛДПР уступает место, уступает первый номер коммунистам. Пусть они... Не надо никакого жребия, не надо никаких элементов шоу. Мы говорим, начинайте первые. Но я вижу, что жребий все-таки решил, что КПРов у нас под номером 2. Ну, они всегда под номером 2. Востислав Анатольевич, поэтому мой первый вопрос я адресую вам, но он общий для всех. Итак, почему на выборах 8 сентября нужно голосовать, Востислав Анатольевич, именно за вашу партию? За ЛДПР голосовать необходимо. Мы можем сделать, например, простую параллель. Параллель паровоз, который идет на дровах. Те, что были именно паровозы. И в то же время мы можем определиться, современный, например, САПСАМ или еще какой-то поезд. Речь идет о том, кто выбирает будущее. Наше будущее сегодня это ЛДПР. Мы единственная оппозиционная партия. Мы не пользуемся вот этими старыми уловками тем, чем пользуются коммунисты. КПРФ. Я сейчас не могу, честно говоря, разобраться. И, может быть, вы, уважаемые горожане, уважаемые избиратели, вам тоже тяжело разобраться. Потому что на сегодняшний день на выборах в списке идут коммунисты России, коммунисты социальной справедливости. Я, если не точно, я прошу прощения, говорю, я в них путаюсь. Я путаюсь в этом количестве коммунистов, которые на сегодняшний день присутствуют в списке. Но их всех объединяет одно. Они все живут прошлым. Их интересует только то, что было тогда. И говорят, вспомните, что было когда-то где-то что-то хорошее. Сидя в Государственной Думе, сидя в различных уровнях власти, в органах различных власти, они не голосуют за народ. Они не голосуют за те программы, что предлагаются народам. Они не поддерживают инициативы, которые выдвигает та же партия ЛДПР. Да, мы первые выдвинули инициативу о выборности губернаторов. И мы на сегодняшний день пытаемся достучаться, достучаться до органов власти. Много людей приходят на прием, и они говорят, у нас вот простая примитивная вещь. У нас сейчас нет тротуара по улице Тимми. Но мы, к сожалению, вот мы партии не можем сделать, взять и взять этот тротуар, выложить асфальтом. В 60-е годы построили улицу Тимми. С этого момента не было ремонта на улице Тимми. И вот, Алексей Петрович, вы приходили к нам буквально за день до этого. Для того, чтобы асфальт появился, должна быть оппозиция. Оппозиция в Государственной Думе, в областном собрании, оппозиция в Городской Думе. Вам нужно выбрать представителя ЛДПР. Когда туда зайдут представители ЛДПР, мы установим четкий контроль над тем, как расходуются средства бюджетов, бюджетов ЗАГС собрания областного, бюджетов областного собрания, бюджетов Городской Думы. Вот о чем идет речь. Мы за народ. Благодарю вас, Ростислав Анатольевич. И повторю свой вопрос для представителя партии КПРФ. Александр Владимирович, почему на выборах 8 сентября нужно отдать голос именно за вашу партию? Ну, я начну с того, что сегодня утром вытащил из почтового ящика газету, такого синего, подержанного цвета, с надписью ЛДПР. Там Владимир Бальфрамович на передней странице, потому что он, паровоз ЛДПР, там кроме него, там больше-то, честно говоря, людей нет, кто может толкать идеи. Поэтому я, прежде чем перейти сюда, в эту студию... Спасибо, что вы оскорбляете. Кроме него, людей нет. То есть меня, своего оппонента, за человека вы не считаете. Значит, я скажу так. Первое, вы начали вроде бы хорошо, что нужно с уважением относиться к старшей. По возрасту, по политическому опыту. Поэтому, извините, молодой человек, ни того, ни другого у вас нет. Есть только природная наглость, но, я думаю, это свойство тоже кого-то может красить. Но я все же продолжил свой разговор. И я прочитал эту газету. Но я думал, что только Единая Россия запускает космические корабли в пространство, отвечает за то, что падают они. Я думал, только Единая Россия все строит, делает. Я читаю газету «Окация» — это ЛДПР. Там говорится даже, что немногочисленная фракция ЛДПР в городской думе. И в областном собрании аж по 40% законопроектов проталкивает, и только треск идет. И вот я... И это правда, уважаемые выражения. Естественно. Поэтому есть классическое выражение. Врать и не бояться. И вот привычка вот как-то у вас, у ЛДПР — врать и не бояться. Почему врать? Я смотрю на своих коллег с фракцией ЛДПР в областном собрании. Они сидят впереди. Я с уважением отношусь к Саше Харину, к Лене Липуновой, которая в последнее время пришла. Ну, а Сицына, к сожалению, отсутствовало два года. И я думаю, подождите, ребята, ну вы просидели вот эти четыре года. И большой инициативы я не видел. Большой инициативы. Когда мы говорим про асфальт, про улицы Тимы. Да, построены в 60-е годы, когда и советская власть была, и делались дороги качественные. И там не было такого понятия, как откат и коррупция. Это строго, кстати, тогда пресекалось. Конечно. Статья 93 прим. Сколько по этой статье вы расстреляли людей за хищение? Как вы называли? Хищение. И вы говорите откат и коррупция. Костислав Анатольевич. Время Александра Владимировича. Здесь же, понимаете, вот я лейкопластырь с собой не взял. Так бы заклеить бы рот, чтобы лишний раз не выступали. Я думаю, нам никто не может заклеить рот. И вот он я. Мне можно рот попытаться. Ну, давайте. Вот сидите, ведите себя спокойно. Так вот, дальше что? Ну, вот ЛДПР, если бы была у власти, улицы Тимы бы у нас была. И это, можно сказать, любая другая партия, которая сегодня хочет пройти в выборный орган. Ну, их 19 партий. Это целая клоунада сегодня на политической арене. Ну, вот я задаюсь вопросом, а где был ЛДПР, который за народ, когда вздули тарифы в начале 2010 года, и когда вот лично я явился организатором митинга, на который вышло сначала 2,5 тысячи человек в феврале, а в марте уже 3,5 тысячи. Мы выступали против тарифов. И я не видел там, и я не видел там ЛДПР. Я думаю, вы сидели вот так вот из-за угла подглядывали и смотрели, какой вам выбор делать дальше. Поэтому я скажу немножко, возвращаясь к улице Тимы, пока кто-то говорит, что-то сделает, мы сумели спасти от банкротства Лиминский судоремонтный, судостроительный завод, а это флот, это север. Мы военно-морской госпиталь на Гагарина отстояли, остановили ликвидацию, иначе бы господин Сердюков его раздербанил. Мы в конце концов нашли в Соломболе строится 100-квартирный дом для военнослужащих, обратились тоже в Министерство обороны, и в память о бывшем министре обороны Сердюкове у меня есть письмо с личной подписью. Дом будет введен в этом году. Поэтому мы оппозиционная такая же партия. Мы не при власти, но когда мы работаем, нам есть чем отчитаться перед избирателями, а не говорить о том, что если бы мы были у власти, мы, извините за выражение, и до Марса бы полет совершили. Благодарю. Вы прослушали спич в гостях у сказки в лице первого секретаря обкома ППСФ. Они спасли завод. Накануне выхода нашей программы в эфир мы попросили наших сегодняшних гостей придумать, задать, сформулировать вопросы друг другу. И прошу, Александр Владимирович, ваш вопрос вашему оппоненту партии ЛДПР. Вы знаете, мне трудно задавать вопрос тому человеку, который не может быть оппонентом, элементарно не научился вести себя на людях. Потому что экран, ведь он действует на весь город. Поэтому я, пуская личное качество, хочу спросить, а как вот вы лично оцениваете работу фракции КПРФ в областном собрании депутатов? И приведите мне хотя бы один пример законопроекта, который бы пошел на благо с северянам. Ростислав Анатольевич, пожалуйста, отвечайте. Хорошо. Я готов ответить. К сожалению, фракция ЛДПР сформировалась в областном собрании в последний, наверное, год-два. И по стечению обстоятельств, уважаемые горожане, уважаемые жители Архангельской области, по стечению обстоятельств она была сформирована из достаточно случайных людей. Тот же, как вы упомянули, уважаемый Александр Харин, он не является членом ЛДПР. Госпожа Липунова не является членом ЛДПР. Они зашли во фракцию, они были готовы помогать. Да, руководитель фракции Ольга Сергеевна Осицына достаточно многое сделала, но из силы малочисленности фракции, фракция состояла всего из четырех человек, в силу малочисленности фракции сделать много не удалось. Но, во всяком случае, во всех тех вопросах, о которых шла речь, в вопросах поддержки, оппозиционных поддержки, фракция ЛДПР голосовала против. Против инициатив, которые выдвигало грабительских, тех же повышения тарифов, которые выдвигала Единая Россия. Да, я не являюсь ни депутатом областного собрания, и я не иду в областное собрание, в отличие от вас, которые в этом собрании уже находятся третий, четвертый срок, и с гордостью говорит, я в областное собрание. Я не стремлюсь быть депутатом областного собрания. Меня нет в списках областного собрания. И я не рвусь, потому что я правильно понимаю свой потенциал. Я не готов еще для работы в областном собрании. Но вот такой мой ответ. Наверное, здесь мне не хватает знаний для того, чтобы отразить деятельность областного собрания. Но я не хочу опускаться до пошлого вранья на тему «Мы спасли Риминский завод». Мы построили 100-квартирный дом. Ну, уважаемые горожане, ну посмотрите. Вон у нас дом ветеранов, который разваливается, о котором мы пишем, пишем неоднократно. Мы беспокоимся о ветеранах Великой Отечественной войны. Где коммунисты? Если мы этого не сделали, если мы этого не построили, мы не берем на себя чужие заслуги. Да, на сегодняшний день не хватает нам силы. Мы и идем за тем, чтобы помогать людям в меру своих сил и возможностей. И теперь, вы, Ростислав Анатольевич, пожалуйста, адресуйте свой вопрос представителю партии КПРФ Александру Владимировичу Новикову. Я остаюсь на своих позициях. Я небольшую ремарку сделаю. Как бы вы ни говорили, насколько плохие вы, нехорошие, наглые, добрые или еще что-то. Мы с уважением относимся к вам, к пожилым людям, к вам ветеранам. Я считаю вас тоже ветераном. И поэтому в никакую личную дискуссию я вдаваться не собираюсь и не буду. Но все же вопрос. Вопросик-то задать. А я готов. Я готов. Ну, вы можете еще раз меня перебить, но вы не собираете меня. Пожалуйста, задавайте. Вопрос следующий. Михаил Сергеевич Горбачев. Знаете, вот генеральный секретарь ЦК КПСС. Правоприемницей является коммунистическая партия Российской Федерации. Мы, партия ЛДПР, считаем его виновным. Виновным в тысячах нищих. Мы его считаем в тысячах бесквартирных, в тех русских, которые были выгнаны из национальных республик. Были выселены, вырезаны. Сотнях тысяч русских. В той нищете. В том, что проявилось. Вопрос какой. Я задаю вопрос. Товарищ коммунист, мы не на митинге. Вы можете потом приписать, что у вас здесь было пять тысяч. А вопрос-то я задаю. Вы зачем меня сбиваете? Я спрашиваю, какое ваше отношение к вашему лидеру, господину Горбачеву Михаилу Сергеевичу, коммунисту, генеральному секретарю ЦК КПСС? Перестроечному лидеру, а и забыл сказать, Нобелевскому лауреату. Аплодисменты в студию. Александр Ильич, пожалуйста. Ну, я что бы хотел бы сказать, выслушав столь длинный и сумбурный спич. Ну, первое, мое личное отношение к Горбачеву, наверное, как у большинства населения Российской Федерации, отрицательно. И я считаю, что он, как руководитель страны и как руководитель в той партии, той партии, которая была КПСС, он сделал очень отрицательно многого для того, чтобы сегодня был Советский Союз, был Союз Братских Республик. И сегодня КПС борется за то, что хотя бы из тех Братских Славянских Республик сложилось государство Украина, Белорусы, Казахстан готов. Вот, пожалуйста, наша практическая работа. Дальше что я хотел бы сказать. Вот очень плохо, что когда представители некоторых партий, в том числе, я бы сказал, но оппонентам даже как-то не поворачивается язык-то называть, господин от ЛДПР, вот не зная специфики законодательной деятельности, не зная результатов работы депутатов в областное собрание, и как он сам признался, обладая низким уровнем подготовки для того, чтобы пойти, а у вас вообще кадры есть с достаточным уровнем подготовки, которые могли бы сделать что-то полезное с северянами? Про Лиминский завод, вот знаете, опять же, вы... У нас есть... Да нет, у вас кадры. Нет, вы задали вопрос. Я смотрю на вас. Вот вы кадр для меня, представитель ЛДПР, вы пришли со мной сражаться за один стол. Не собираемся с вами сражаться? Это лицо ЛДПР. Так вот, Полиминский завод теперь, да, его собирались обанкротить, и почти обанкротили. Вернемся к Михаилу Сергеевичу. Так вот, Михаил Сергеевич сказал, отрицательные отношения, короткий ответ. А дальше уже по ходу разговора. Вот эта речь идет о том, вот кто виновен в незаконной миграции, вот кто виновен в тысячах мигрантов. Тот что, те, что люди говорят... Вам слово дали, вам слово дали. Я сидел, слушал. Вы меня... Вот давайте-ка вы, будьте добры, я еще раз говорю, не умеете вести себя в лице горожан. Сидите потихонечку. Вы не можете мне указывать, где, как дальше, еще раз. Вы не можете это говорить. Я совершенно спокойно могу указывать по двум параметрам, как вы сказали. Во-первых, я политического стаж у меня достаточно солидный. Да без разницы, сколько у вас стаж. А следующий, вот поэтому я скажу, я выходить слева берега 77-й школы. Я в некоторых вопросах не воспитанный. Смотри, на человека в галстуке. Да вы во всех вопросах не воспитанный. Галстук напялили, и это уже можно вот так. Ну что за тыканье, что за детский сад. Поэтому совершенно спокойно детский сад. Вот я говорю. КПРФ это партия. Это партия мигрантов, которая привела мигрантов. Это партия интернационалистов. ЛДПР, ЛДПР, Ленина в запломбированном вагоне. Это и есть партия КПРФ. Это та партия, которая... Ну давайте мы... Я задам вам еще один вопрос. Да, задайте вопрос. А то я этого болтуна как-то уже не могу переносить. Александр Ильич, первый законопроект, который вы будете лоббировать в Архангельском областном собрании депутатов следующего САЗВа. Знаете, я бы сказал так. Это очень неправильное слово лоббировать. Потому что лоббирует обычно интересы определенных финансово-промышленных групп. Поэтому мы говорим, мы будем работать, как и работали, в интересах определенных категорий населения Архангельской области. Причем наименее защищенных. А это дети и ветераны. Это сегодня категория абсолютно незащищенная. Мы будем работать в интересах тех предприятий, которые намеренно банкротят. Давайте посмотреть. Лесозавод умер два. Как корова языком слезнула. Лесозавод номер три. Как корова языком слезнула. СЦБК, как корова языком слезнула. И поэтому мы очень горды, что вмешались и посредством фракции КПРФ сохранили Лиминский судоремонтно-судостроительный завод. Он только недавно выпустил 4 голландских заказа по 750 тысяч евро каждый понтон. Имеет порфель заказов из Германии. И я с гордостью говорю, нам есть чем отчитаться. И нашему собеседнику от партии ЛДПР тот же вопрос. Законопроект, который будет партия ЛДПР. По детям войны мы готовы законопроект. Спасибо. Продвигать в областном собрании. Основные вопросы, которые мы готовы продвигать в областном собрании, в законодательном собрании Архангельской области. Первое – это развитие спорта. Второе – это торговля алкоголем. На сегодняшний день у нас коммунисты еще с советского времени, люди старшего поколения могут вспомнить это классические цифры, 2,14 или 3,62 за чекушку водки. Мы сделаем и осуществим контроль над торговлей спиртным, и контроль будет действенным. Дальше. Наша цель – это поддержать спорт, и занятия в спортивных учреждениях должны быть бесплатны. В спортивных учреждениях города и области, и в каждом округе города, в каждом городском центре, в районном центре должна появиться спортивная площадка. Наш приоритет – это молодежь, наш приоритет – это спорт, наш приоритет – это здоровье нации. Благодарю вас за беседу, Ростислав Анатольевич. Доброго вам дня. До свидания. Александр Владимирович. Доброго дня, уважаемые товарищи. Наш номер в избирательном бюллетене – 14. Спасибо. Наша передача подошла к концу. В студии нашей программы были уполномоченный представитель Архангельского регионального отделения политической партии ЛДПР Ростислав Васильев и первый секретарь комитета Архангельского областного отделения политической партии КПРФ Александр Новиков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова